День Металлурга К послуживанию коксовых печей на предприятии трудится Ян Харьковский. Непосредственно мой коллектив, который меня окружает, довольно-таки положительные, приятные люди, с которыми я долго работаю, и мне это очень интересно. Среди тех, кто пришел на праздник, были сотрудники, которые работают на заводе уже несколько десятилетий. И сейчас передают опыт молодым, как, например, Виктор Нарышкин, впервые переступивший порог Москокса в 1982 году. В основном я занимаюсь ремонтом всего оборудования, которое у нас есть на заводе. Ну, работа интересная, очень интересная. И сейчас молодые специалисты приходят, но они грамотные в компьютерном, а вот в технике они еще слабоваты. С профессиональным праздником собравшихся в зале поздравил заместитель главы администрации муниципалитета Алексей Селезнев. Мы не можем не вспомнить замечательно выдающегося директора, героя социалистического труда, почетного гражданина нашего района, Павел Чигаевского. Поэтому я... Спасибо большое. Первые слова, конечно, благодарность хочу выразить ветеранам, которые здесь находятся и которые внесли вот этот огромный вклад и в развитие завода, и в развитие города Видное. Лучших сотрудников в честь Дня Металлурга наградили почетными грамотами и памятными подарками. Концертные номера чередовались с поздравлениями от руководителей предприятия. Крепкого счастья вам, здоровья, успехов во всех начинаниях. С праздником! Сейчас московский коксогазовый завод входит в группу компаний Мечел. Предприятие продолжает развиваться и модернизироваться. Совсем недавно в работу был запущен новый газгольдер, который позволяет регулировать давление газа в системе, благодаря чему производство завода стало более экологичным. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.